Всем привет! Сегодня будем готовить вот такие вот сосиски в тесте на закваске. Рецепт самого теста универсален и можно использовать его как для сосисок, так и для пирожков, печеных или жареных. Можно готовить по нему также булочки. Нам понадобится закваска Levita Madre. У меня она на пике, даже уже чуть-чуть начинает оседать, самое время для того, чтобы ей воспользоваться. Ее понадобится 180 грамм. Если такого количества закваски у вас нет, значит предварительно нужно ее покормить и дождаться, пока она придет на пик. Отмеряю 180 грамм. Так, 90 грамм и еще. Обязательно следите за тем, чтобы закваска у вас уходила не вся, то есть оставалось немного для того, чтобы покормить и сохранить. Даже одной чайной ложки будет достаточно для того, чтобы вновь развивалась закваска и культура. Вода 240 грамм. Можно использовать картофельный отвар, очень многие любят пользоваться им. Можно сыворотку положить. То есть, жидкость на ваше усмотрение по вкусу. Ну, я сейчас в рецепте положу воду. Водичка может нам понадобиться дополнительно, если влагоемкость у муки будет высокая. Добавляю муку пшеничную, высшего сорта, 340 грамм. Если хотите, можно просеять. Это не помешает. Теперь перемешаю все это и оставлю минут на 20 отдохнуть. Можно воспользоваться тестами, можно просто рукой все это соединить. И дальше будем добавлять уже оставшиеся компоненты. Добавим соль, растительное масло, сахар. И уже будем вымешивать как следует. Сейчас просто соединю все это, чтобы закваска равномерно распределилась. Собрала тесто в комочек и пускай отдохнет 20-30 минут. Тесто постояло. И я добавляю 7 грамм соли. Используем морковь. И 17 грамм сахара. Можно добавить мед, можно сахарозаменитель. На ваше усмотрение. И теперь нужно сделать основной замес теста с помощью миксера вручную или в хлебопечке. Постепенно, когда тесто уже становится однородным, я добавляю 14 грамм растительного масла. Понемногу. Округляю тесто. Вот такая получается консистенция. Теперь я его накрою и оставлю на полтора часа для подъема. Через полтора часа сделаю обмин. Через полтора часа делаю обмин. Прямо в чаше. Выпускаю скопившийся углекислый газ. И немножко перемешиваю тесто. В течение буквально 1-2 минут. Этого достаточно. И оставляю еще на полтора часа. Сделаем через полтора часа еще один обмин. Тесто уже начинает попискивать. Тесто уже ощутимо у меня увеличилось в объеме. Я сейчас еще один сделаю обмин. Смотрите, какая уже красота. И оставлю на часик теста буквально. И будем уже делать сосиски. Сейчас опустим его. И пускай еще часик постоит. Итак, тесто готово. Сосиски я почистила. Подготовила тоже. Присыпаю свою рабочую поверхность мукой. И сейчас будем красиво заворачивать наши сосисочки. Выкладываю тесто. И сейчас расскажу. Покажу, как их аккуратненько завернуть. Итак, раскатываем наше тесто. Сильно много муки не нужно. Поскольку так у нас будет попышнее сама выпечка. Вот смотрите, тесто такое очень пышненькое. И достаточно влажное. Но тем не менее, я не хочу добавлять слишком много муки. Итак, я раскатываю прямоугольник. Для того, чтобы мне впоследствии нарезать из него полосочки. Полосочки мне эти нужны будут для того, чтобы закрутить в них сосиску. Если вы делаете пирожки, соответственно, можете поделить тесто просто на шарики. Либо вырезать красивые, ровные, аккуратные кружочки. И добавить туда начинку. А затем выпекать. Но с сосисками будем действовать по-другому. Итак, делю мой прямоугольничек на полоски. Сами сейчас увидим. Мы все сейчас подровняем. Если вышло не очень ровно, это не страшно. Мы сейчас с вами все это сделаем одинаково. Итак, берем одну полосочку, соответственно, и сосиску. И начинаю заворачивать я с самого края немного, буквально чуть-чуть внахлёст. И получается, что у нас медленно, наверное, сосиска оказывается есть. Когда дошли до конца, опять на лишний краешек отрезаем. Немножко внуки добавлю. И получается вот такая упакованная у нас сосисочка. Вот у меня получилось 10 сосисочек. Я сейчас накрою их пленкой и оставлю на расстойку. Духовочку прогрела я до 200 градусов. И отправляю сосиски на 15-20 минут. Дальше нужно будет посмотреть. Все, сосисочки мои уже готовы. 25 минут они у меня запекались, подрумянились. И сейчас будут остывать. Вот такие у нас с вами получились сосиски в тесте. Ставьте лайк, если вам понравился этот рецепт. И делитесь с друзьями.